Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас в начале очередной торговой недели, после выходных, когда мы снова возвращаемся на рынки для того, чтобы отслеживать динамику движения, которое демонстрирует большинство финансовых инструментов, ну и для того, чтобы анализировать тот новостной фон, который выступает в качестве такого разгоняющего фактора для движения этих активов. Поскольку мы делаем ставку традиционно на фундаментальный фон, хочется верить, друзья, в то, что вы краем глаз уже посмотрели на содержание экономического календаря и смогли убедиться в том, что эта неделя обещает быть довольно интересной, хотя я думаю, что и последние недели нас также особо-то не разочаровывали. Действительно, торги остаются очень волатильными, но, по крайней мере, сейчас мы реально можем опираться на какие-то ожидаемые фундаментальные события. Прежде всего, речь идет о Суперчетверге, когда состоится заседание Банка Англии. Почему этот день называют так? Потому что сразу же в рамках одной торговой сессии пересматривают процентную ставку, объемы купа активов, подводят итоги месяца в плане деятельности регулятора, увлекаются протоколы, ну и мы, конечно же, следим за распределением голосов среди голосующих членов Банка Англии, их не так много, 9, потому что то, как меняется позиционирование, это очень важно, очень важно в зародыше отследить, скажем, эти изменения, чтобы понять, как будут обстоять дела с дальнейшими процентными ставками. Сейчас макроэкономическая политика имеет большое значение, потому что при всех прочих британскому регулятору приходится допускать еще и риски Брекзита, который может произойти без сохранения доступа к единому европейскому рынку. Сразу же хочу сделать небольшую ремарку при всем уважении все-таки к макроэкономическому фону. То, что происходит с фунтом в последние недели, доказывает то, что большее влияние на него оказывает как раз прежде всего новости, связанные с тем, как идут переговоры по Брекзиту. И вот сегодня, друзья, мы с вами вернемся к этой теме, потому что мы можем говорить уже с отсылкой на комментарии Барния, который является переговорщиком, собственно, Европейского Союза. Я лично вообще не понимаю ту логику, которой он руководствуется, и тактику, ну, возможно, ему, безусловно, виднее. Но мне непонятно, скажем, поведение, которое связано, с одной стороны, с периодическим забросом на рынок позитивных новостей, а потом фактически их опровержением. И все это делается одним человеком. Ну, может быть, до нас доходит не вся информация, может быть, средства массовой информации немного искажают данные, которые мы получаем. Но я не могу копнуть настолько глубже, чтобы, скажем, без каких-либо изменений говорить и озвучивать мнение первоисточника. Все-таки мы работаем с тем фоном, который является, ну, вот, общедоступным. И те, кто хочет найти больше истины, я думаю, что, если покопаетесь, сможете ее найти. Хотя общая истина сейчас гласит, что, скорее всего, нас ожидают, точнее, не нас, а британца. И Англию довольно нестабильные в экономическом плане смутные времена, потому что, судя по тому, насколько уже затянули процесс переговоров, возможно, света там в конце туннеля уже и нету. Поэтому наша с вами традиционная ставка, которая предполагает снижение курса британца, она актуальна, собственно, как и всегда. И пятница, большое спасибо, еще раз подтвердила намерение продавцов затащить этот инструмент ниже. Мы видим, как фонд скорректировался от своих локальных максимумов и сейчас снова приближается, ну, не то чтобы прям совсем, но все-таки постепенно движется к, мягко говоря, заветной цели. Друзья, я надеюсь, то, что мы все же до конца этого года сможем сделать это отметка 1.25, потому что новостной фонд, и она там располагает. Помимо Банка Англии, заседание нас ждет в четверг, также еще заседание Европейского Центрального Банка, поэтому мы настраиваемся на мощное движение и по евро-валюте. Я думаю, что перед четвергом у нас с вами будет возможность поговорить о том, как формируются и как меняются настроения, чем руководствуются трейдеры, закладываясь, опять же, под определенную риторику руководства Европейского Центрального Банка и Марио Драги. Буду держать вас в курсе, сегодня также мы чуть детализируем опять эти ожидания, но я полагаю, что мои комментарии излишни о том, что курс европейского валюты остается под давлением, и это давление, поверьте, сопряжено не только с ростом доллара, который еще раз доказал свою правоту касательно сохранения именно восходящей динамики после пятничных нон-фарм-перлесса, но есть еще и внутренние причины, такие региональные, что ли, если говорить о политике Европейского Центрального Банка в рамках еврозоны и того, что будет делаться дальше, это тоже дополнительный фактор слабости евро. Ну и помимо заседания Банка Англии и заседания Европейского Центрального Банка, нас ожидает еще и статистика по штатам, это сразу два важных отчета, но в целом они имеют одно влияние на рынок с точки зрения изменений и формирования ожиданий по процентным ставкам, да и в целом они характеризуют один и тот же сектор. Троничные продажи и данные по инфляции. В принципе мы можем делать вывод о роничных продажах, об активности потребителей, наблюдая за тем, как меняется инфляция, ну и соответственно наоборот. На этой неделе мы сразу с вами будем разбирать сначала индекс потребительских цен, в четверг и в пятницу роничные продажи. По ожиданиям нас, конечно же, поджидают хорошие цифры, и я думаю, что эти цифры должны как минимум поспособствовать тому, чтобы доллар против иены как минимум остался на тех уровнях, на которых он находится сейчас, потому что этот позитивный фундамент, скорее всего, продолжит нивелировать риски неопределенности, о которых мы с вами говорим уже на протяжении многих месяцев. Поэтому в целом вот эти ожидания, я думаю, мы с вами сейчас озвучили в рамках недели, на что ориентируемся. Сегодня, кстати, на вебинаре, который состоится в 16.30, мы еще раз подведем итоги прошлой недели. С большим удовольствием вас всех туда приглашаю. Это вебинар в прямом эфире, можете задавать там вопросы. Но самый лучший канал коммуникации, который у нас остается таковым уже на протяжении почти четырех лет, это наш канал на YouTube, где вы можете под брифингом оставить ваши комментарии. Я с большим удовольствием отвечаю на адекватные, собственно, из них и даю оценку субъективного, конечно же, характера, потому что он может быть с тем инструментом, который не входит в перечень анализируемых активов в рамках брифинга. Также я призываю вас всех, друзья, делиться своим видением происходящего. Надеюсь, что таким образом у нас будет больше с вами фундаментального топлива. Я все-таки не могу охватить все, что на рынках происходит, но, может быть, кто-то из вас сможет найти какой-нибудь дополнительный фактор новостной, который я, к сожалению, упустил. Но стараюсь все-таки самые основные для вас там отслеживать. Теперь давайте в двух словах пробежимся по основным инструментам. Начнем мы с нефтянки, которая по итогам пятницы чуть подросла, 77,01, 77, скажем, закрытие недели, 77,26, это текущие котировки. Что движет рынком нефти в моменте, прям локально, я, честно говоря, друзья, не знаю, потому что я для вас сделаю ставку более долгосрочного характера, и я думаю, что вы все, кто анализирует фундамент вместе со мной, можете отметить несколько факторов, из-за которых рынок черного золота, собственно, так же, как и рынок всего товарного сырья, должен оставаться сейчас под давлением. И, скажем, два из этих основных фактора сопряжены с теми рисками, которые сейчас охватили все развивающиеся рынки. Посмотрите, что происходит в Турции, в Аргентине, в Венесуэле, посмотрите, что происходит в Китае. То, что США ведут полноценную торговую войну с Китаем, это уже факт, который не требует какого-то дополнительного подтверждения. Только человек, который совершенно не в курсе того, как обстояли дела раньше, может еще задуматься о том, действительно ли этот конфликт уже перерос в самую настоящую такую фазу полноценной торговой войны. Это уже произошло. И минувшая пятница, традиционно у нас день твитов Трампа, не стала исключением. Собственно, мы убедились в том, что неопределенность вот этих отношений, она сохраняется. Более того, опасения даже еще больше возросли, поскольку Трамп фактически сообщил о том, что завершена подготовка и уже осуществлены реализованные все работы, которые подразумевают ввод дополнительных импортных пошлин. Пошлин на китайский импорт уже на сумму 267 миллиардов долларов. Конечно же, они пока еще не вступили в силу, но фактически документ уже готов. Я думаю, друзья, вы все прекрасно понимаете, что дело осталось за малым. И, скорее всего, в ближайшие недели дело дойдет уже до фактического распоряжения ввести и установить новые тарифы. Конечно же, тут же мы видим и комментарии Китая о том, что меры будут сопоставимыми, ответные, конечно же. И в целом это явно доказывает, что выйти из вот этих торговых разногласий, ну, наверное, уже невозможно. То есть, в какой-то момент вот эта точка кипения, она уже пройдена, и стороны наломали так много дров, которые уже просто придется забрасывать в эту топку. Соответственно, у нас по-прежнему будет с вами фактор, из-за которого мы не сможем насладиться, скажем, ростом доллара, потому что американская валюта явно проигрывает по своим защитным свойствам некоторым другим инструментам, таким как гена и франк. Но это не значит, друзья, то, что мы должны отказываться от покупок доллара против рисковых инструментов. Против рисковых инструментов, конечно же, у доллара будет по-прежнему много шансов. Только хотя бы из того, что мы еще и анализируем с вами статистику национальную по американской экономике, и сегодня мы, кстати, о ней также поговорим. Риск и неясные, смутные перспективы развивающихся рынков. Да, это большой вопрос, это большая тема. Собственно, если мы посмотрим даже на затем, что происходит сейчас с курсом российской валюты, это также будет доказательство того, что рынки штормят. Кстати, курс рубля продолжает снижаться. Мы уже видим котировки 70, хотя этот уровень еще не был протестирован. Я думаю, что, друзья, на этой неделе, ну, наверное, вероятность чуть ли не 99%, что мы коснемся этого психологического рубежа. Соответственно, напоминаю, что здесь находится наша с вами цель. 70 мы фиксируем наши долгосрочные позиции и занимаем некоторую выжидательную позицию, потому что, судя по тому, как ослабляется курс национальной валюты, судя по тому, как растут с этим инфляционные ожидания, я думаю, что в эту пятницу Центральный банк России начнет поднимать процентные ставки. Тем самым вернется к активности ужесточения политики, которую мы не наблюдали несколько лет. Других инструментов у Центрального банка остановить резкое ослабление курса национальной валюты нет. Но вот как раз как рынок будет закладываться под повышением процентной ставки и как отреагирует на рост процентных ставок, логично предположить, что будет как минимум более существенным, нежели чем всегда укрепление курса российской валюты. Поэтому я не хочу, чтобы вы попали под вот эту локальную пилу резкий всплеск волатильности на рынке. И я хочу, чтобы, в принципе, вы хотя бы по паре доллар-рубль завершили неделю с хорошим настроением и с сознанием того, что вы правильно сделали ставку на ослабление рубля, достигли профитного ориентира и, собственно, сейчас ждете новых возможностей, точек входа вместе со мной. Поэтому по рублю я считаю, что 70 пойдет, потому что динамика оттока капитала из национальных фондовых рынков, из национальных облигаций для России, это, конечно же, практика ОФЗ. В общем, динамика оттока с развивающихся рынков явно указывает, что на них многие поставили крест. И очень многие закладываются из крупных инвесторов, потому что ситуация будет еще хуже. Конечно же, когда мы с вами возвращаемся к торговому конфликту между США и Китаем, я думаю, что не нужно тоже дополнительно пояснять, чем чреват этот конфликт, и не только для этих, в принципе, стран, но и для всей мировой экономики, потому что, как ни крути, но США и Китай – это, скажем, столб, колосс всей мировой экономики. Это две страны, на которых держится, в буквальном смысле, все. Соответственно, друзья, ожидание того, что развивающиеся рынки будут испытывать еще больше трудностей, это, в конце концов, скажется позиция на темпах экономического роста, ну и должно ослабить спрос на товарное сырье. Это вот мы снова вернулись к нефти и к тем причинам, которые должны по-прежнему вами рассматриваться, анализироваться, чтобы увидеть возможности для ослабости нефтянки. Я хочу сказать, друзья, что на этой неделе у нас будут дополнительные катализаторы. Это сразу три доклада Администрации на физической информации, Международного энергетического агентства и ОПЕК. Вот как раз будут пересматриваться прогнозы по нефтедобыче на ближайший месяц. Мы запоставим эти прогнозы с тем, что по добыче видим сейчас. Мы получим прогноз спроса на ней сразу по трем оценкам, тоже сравним их между собой. Но вот по уже сложившейся такой практике последних месяцев, я думаю, что убедимся лишь в том, что спрос на нефть снижается, а предложение, ну как минимум, остается на прежних высоких уровнях. Про иранскую тему и санкции со стороны США мы пока давайте говорить с вами не будем, потому что лично меня эта тема уже достала. Я вижу причины и возможности для ослабления нефтянки. Если вас интересует конкретный уровень, то, соответственно, можно поставить отложку с целым лимитом на уровень 77.70. Доллар иена, доходности и трежерис. Вот на чем я предлагаю вам сегодня и в последующей торговой сессии сфокусироваться, потому что 10-летние облигации снова у нас растут по доходности, отражая рост инфляционных ожиданий и ожидания того, что ФРС будет повышать процентный страх. В 5-й все вышли данные по рынку труда. Уровень безработицы 3,9%, средняя заработная плата в годовом выражении выросла до 2,9%. Чтобы вы понимали, это максимум с 2009 года. И сам отчет Non-Farm Perils 201 147 тысяч, тоже позитив, прогресс. И, соответственно, мы с вами говорим сейчас про то, что цели по рынку труда достигнуты. А в пятницу мы с вами еще и рассуждали по инфляции, тоже придя к выводу в том, что индекс потребительских цен уперся в свой целевой диапазон. Ну и риторический вопрос, будет ли ФРС повышать процентные ставки. Давайте не будем отвечать на этот вопрос, потому что, надеюсь, вы знаете ответ на него. Текущие котировки 110,95. То, что мы до сих пор не видим курс 115, только лишь одна причина. Это очень непредсказуемая, сложная и опасная внешнеэкономическая политика, которая проводится администрацией Трампа, ну и, конечно же, им лично. Если бы мы с вами работали в условиях спокойного рынка, без геополитических рисков, то, конечно же, все те факторы, которые я перечислил до этого, статистика, ожидание рост на процентный ставок, уже давно слагнули бы доллар гораздо выше текущих значений. Евро против доллара. В четверг, как я уже отметил, мы ждем свидания Европейского центрального банка. Старки меняются. Думаю, ничего не произойдет из программы количественного смягчения. Как всегда, ориентируемся на пресс-конференцию Драги и будем слушать, как изменилось его мнение по поводу того, по поводу прежних взглядов на перспективу программы количественного смягчения. Раньше, я напоминаю, Драги был уверен, ну, может быть, с небольшой долей сомнения, что до конца этого года программа количественного смягчения будет свернута. Но, учитывая то, что за последние недели ухудшились отношения, в том числе, торгового характера с Европейским союзом США, имеется в виду США и Европейского союза, там, все вот этот конфликт по поводу автомобильных пошлин. Учитывая то, что мы видим, как падает оптимизм бизнеса, мы видим, как снижаются темпы экономического роста. Кстати, в пятницу вышли данные по ОВП 2,1% с 2,2%. То есть, я думаю, что в ближайший квартал-2 темпы экономического роста просягнут ниже 2%. Более слабый экономический рост отражает низкие значения активности потребителей. Поэтому, друзья, при слабой рознице, я думаю, что и индекс потребительских цен начнет поджимать, в том числе и в сторону его снижения, возвращения к низким уровням. Конечно же, на фоне более низкой инфляции, думаю, что Драги вот в этот четверг уже будет менее оптимистичен в своих оценках и прогнозах выхода из программы количественного смягчения, повышения процентных ставок. Как это можно использовать? Через продажи евро сделку предлагают с отметки 1.1620. Доллар канадец разочаровал. Какой в пятницу был сценарий? У нас как нам хотелось все-таки сыграть на ослабление доллара против канадца, но данные по Non-Farm Perils перевесили. Опять же, все, что мы с вами имели в качестве причины и возможности для укрепления канадца, и в итоге в лидерах оказался именно американский доллар. Помимо Non-Farm Perils, которые поддержали, собственно, курсы американской валюты, вышли еще слабые данные по рынку труда Канады. 6% это уровень безработицы с 5,8 и число занятых снизилось на 50, практически 2000. Очень серьезное снижение. В прошлый раз у нас была похожая цифра, правда, со знаком плюса. Друзья, как мы действуем дальше по канадцу? Я лишь могу говорить о своих позициях. Я сохраняю по-прежнему короткую позицию 1.31, потому что я все-таки верю, что внезапно, неожиданно на рынок может прийти позитив, который связан с прорывом в переговорах по НАТО. И то, что этот позитив приведет к резкому росту канадца, это факт, который также не требует доказательств. Мы на прошлой неделе с вами могли убедиться в том, что только лишь, опять же, отсылка и комментарий о том, что наконец-таки переговоры стали конструктивными, без подробностей, вы помните, переговоры между США и Канадой в моменте стало причиной укрепления канадского доллара на 100 пунктов. Я думаю, что если все-таки удастся договориться, если Канада сохранится в рамках нафта, если обновленный договор будет подписан, потенциал роста канадского доллара может превысить 200-300 пунктов. Вот как раз вот это движение я хочу поймать, поэтому сейчас, опять же, держу кулаки за то, чтобы в ближайшие дни все-таки как минимум текущее значение держались, и доллар не прорвался против канадца выше, потому что все-таки просадка уже очевидная. Ну и, конечно же, мне, как и любому другому спекулянту, боязно наблюдать за таким стремительным развитие тренда против того направления рынка, которое было заложено в основу нашей оппозиции. Сейчас рынок движется не туда, куда нам бы хотелось, но все-таки есть надежда, связанная с этим нафтой. Я думаю, что эта надежда себя оправдает. По фунту, друзья, в целом уже поговорили, я в двух словах сказал то, что Барнье, который переговорщик АТС, снова наломал дров в пятницу, поскольку почему-то решил сделать комментарий о том, что Англия не имеет права, будучи не частью Европейского Союза, сохранить доступ к единому европейскому рынку. И снова повысил накал страсти, отметив, что в переговорах по вопросу Северной Ирландии вообще не достигнуто никаких продвижений. Это самый спорный, самый важный вопрос. Ну и хорошо, в целом это негатив по Брэкзиту. Мы давно смирились с тем, что именно он и будет дальше править и определять движение британской валюты. Мы находимся в коротких позициях. Друзья, те, кто еще не продал фунт, предлагаю сделку селл-стоп с отметки 1.28.90. Думаю, что этот ордер оправдает себя, как хорошая точка входа, чтобы мы с вами сделали все-таки долгосрочный ориентир, после этого на отметке 1.25. Австралийство против доллара резко снижается, потери в пятницу были очевидны, мы стали еще ближе к нашей заветной цели 0.70, 0.71.12 сейчас котировки. Несколько часов назад состоялось выступление главы Резервного банка Австралия «Булк», который в целом повторил то, что было сказано, собственно, и председателем Резервного банка Австралии Филиппом Лоу. В частности, самый главный риск для австралийской экономики сопряжен сейчас с рисками снижения темпов роста Китая, как статистического партнера, и риском разрастания стремительного задолженности домохозяйств. В целом, друзья, как это повлияет на политику, я думаю, что политику монетарную касательно процентных ставок, вы все прекрасно понимаете, то есть Резервный банк Австралии по-прежнему придерживается выжидательной позиции и отказывается от того, чтобы действовать, как многие другие регуляторы, через рост процентных ставок. Нам это, собственно, и нужно, потому что мы с вами как раз и работаем с перспективой еще большей слабости австралийского доллара. Как раз 0,70, я думаю, что в ближайшие, в прямом смысле, часы мы с вами увидим. По Новозеландцу против доллара, там вообще до цели 0,65 остается несколько десятков пунктов, там цель наша будет достигнута гораздо раньше. Друзья, это, собственно, все. Спасибо вам большое за внимание. Увидимся мы с вами завтра в 9.30 по московскому времени, как и всегда, в прямом эфире через Перископ. Ну и также мы постоянно, сразу же после записи, выкладываем эфир на наш канал на YouTube. Можете при необходимости просматривать уже контент именно на нашем канале. Хорошей вам торговой недели. Не забывайте контролировать риски, ставить стоп-лоссы и не допускать критических загрузок ваших депозитов. Я считаю, что критическая загрузка депозита соответствует плечу больше, чем 1 к 10. Если вы торгуете с плечом выше, конечно же, вы должны быть абсолютно уверены в том, что вы делаете. Если есть небольшая доля сомнений, ну или, по крайней мере, вы понимаете, что фундамент, он традиционно неоднозначен, нужно, конечно же, придерживаться загрузки депозита меньше, чем еще 1 к 10. Ну, наверное, эти правила риск-менеджмента вам всем известны, друзья. Всего доброго, до свидания.